здравствуйте друзья вот и пришло время познакомить вас 77 выпуском еженедельного дайджеста самых интересных новостей айти технологий и обзоров электронных новинок нашего портала что были опубликованы в период с 11 по 17 июля поскольку в продаже модели серии nvidia geforce gtx 1060 появится лишь 19 июля большинство партнеров nvidia только сейчас начинают неспешно анонсировать свои продукты например компания asus представила сразу три видеокарты asus gtx 1060 turbo с эталоном дизайном кулера и одним радиальным вентилятором gtx 1060 rock streaks которая традиционно будет оснащаться более эффективным со серии direct q с тремя осевыми вентиляторами и led подсветкой и некую промежуточную версию с двумя осевыми вентиляторами и белым защитным кожухом правда какие-либо подробности о технической спецификации новинок пока отсутствуют уже в скором времени на рынке дебютируют две видеокарты gigabyte radeon rx 480 g1 gaming одна из них будет оснащена четырьмя а вторая 8 гигабайтами видеопамяти также обе новинки смогут похвастать наличием фирменного кулера windforce 2x с двумя осевыми вентиляторами с дизайном лопастей blade fan а также поддержкой сразу пяти внешних видеоинтерфейсов по одному dvi и hdmi и 3 дисплейпорт к сожалению стоимость анонсированных видеокарт пока не сообщается компания zotac готовится представить как минимум две новых видеокарты zotac g force gtx 1060 а mp и gtx 1060 mini первая новинка будет иметь небольшой заводской разгон графического процессора 6 гигабайт gddr5 памяти и модифицированный кулер с двумя 90 миллиметровыми осевыми вентиляторами аль шторм вторая же видеокарта с приставкой мини при длине 170 миллиметров попытает свои силы в сегменте мини айтик систем она предстанет в двух вариантах с тремя и шестью гигабайтами gddr5 памяти и будет оснащаться практически эталонной версии со в рамках выставки cс 2017 был анонсирован 30 дюймовый монитор dell ultra sharp up 3017 q который стал первым олив дисплеем в модельном ряде производителя его максимальное разрешение достигает 3840 на 2160 точек при частоте развертки 120 герц а скорость реакции матрицы составляет всего 0,1 миллисекунды что в 10 раз меньше игровых тен панелей профессионалы же оценят способность воспроизводить более 1 миллиарда цветов со стопроцентным покрытием палитры adobe gb или 97,8 процентов пространства dc ip3 а также наличие современных портов и разъемов а вот ценник новинки может шокировать не меньше заявленных характеристик поскольку составляет внушительные 5000 долларов популярная серия накопителей samsung ssd 850 его пополнилась моделью объемом 4 терабайта она создана на основе 48 слойных микросхем 3d винанд и фирменного трехядерного контроллера что в паре с интерфейсом sata 3.0 позволяет добиться высоких показателей скорости чтения и записи которые достигают 540 и 520 мегабайт секунду соответственно купить новинку можно уже сейчас по ориентировочной стоимости в районе полутора тысяч долларов компания мысай сообщила отличную новость для всех любителей стриминга теперь абсолютно все игровые материнские платы линейки msi gaming комплектуются бесплатной премиум на лицензии на 12 месяцев на сервис xsplit gamecaster для записи и трансляции своих игровых сессий ранее подобные привилегии получали лишь обладатели моделей линейки энтузиаст гейминг теперь же к ним присоединились владельцы решений серии performance гейминг и арсенал гейминг уточнить полный список участвующих материнских плат можно в текстовом варианте новости на нашем портале ценовом сегменте видеокарту 200 до 300 долларов разворачивается самая напряженная борьба между компаниями amd и nvidia помимо ранее представленных моделей в ней теперь принимает участие amd radeon rx 480 а с 19 июля и довольно перспективная новинка nvidia geforce gtx 1060 и как это часто бывает первые сравнительные тесты показали довольно неоднозначные результаты в одних играх преимущество nvidia geforce gtx 1060 достигала 20 30 процентов а в других не превышала 10 процентов что еще больше подогрел интерес пользователей напомним что рекомендованная стоимость эталонного 8 гигабайтного видеоускорителя amd radeon rx 480 составляет 239 долларов в то время как цена эталонной 6 гигабайтной nvidia geforce gtx 1060 founders edition стартует с отметки 300 долларов компания jada technology вывела на рынок компактную материнскую плату формате mini itx предназначенную для использования в небольших энергоэффективных серверах или на системах к ее главным преимуществом стоит отнести интегрированный восьмиядерный процессор intel xeon d1540 из серии intel broadwell d и довольно внушительную дисковую подсистему представленную шестью портами sata 3.0 и одним разъемом m2 pc и 3.0 x4 а также возможность установки до 128 гигабайт оперативной памяти формата ddr4 порадует новинкой набором сетевых интерфейсов среди которых числится 2 гигабитных контроллера intel i210 и один сетевой контроллер info cs4227 который оснащен двумя портами sfp plus с пропускной способностью 10 гигабит в секунду на прошлой неделе компания gigabyte пополнила свою серию высокопроизводительных видеокарт и еще одну довольно интересной новинкой модель gigabyte g force gtx 1080 windforce oc 8g может похвастать небольшим заводским разгоном графического процессора 8 гигабайтами скоростной видеопамяти gddr5x и наличие модифицированной системы охлаждения в роли которой выступает фирменный кулер windforce 3x также любителям разгона обязательно понравится фирменная утилита extreme engine входящая в комплект поставки которая позволяет мониторить состояние видеокарты и модифицировать ее ключевые параметры мини пк gigabyte briggs gb base 3160 является энергоэффективным бюджетным решением который отлично подойдет на роль помощника в учебе или в офисной среде новинка построена на базе четырехъядерного 14 нанометрового процессора intel celeron j3160 со встроенной графикой intel hd graphics 400 имеет своем распоряжении 1 слот для установки модуля оперативной памяти ddr3l и один порт sata 6 гигабит в секунду с возможностью размещения двух с половиной дюймового жесткого диска или твердотельного накопителя ssd ее сетевые возможности реализованы посредством гигабитного lan контроллера и комбинированного беспроводного модуля с поддержкой стандарта wi-fi и bluetooth 4.0 также приятной особенностью данной модели стоит назвать достаточное количество портов usb 3.0 и наличие популярных видеоинтерфейсов модельный ряд мониторов компании lg пополнилась очередной новинкой lg-27 ud 58b построен на основе 27 дюймовой hips панели с разрешением 3840 на 2160 которая характеризуется широкими углами обзора и точной цветопередачей показатель статичной контрастности находится на уровне 1000 к 1 а максимальная яркость достигает 250 кандела на метр квадратный понравится модель от lg и любителям игр ведь скорость реакции матрицы составляет комфортные 5 миллисекунд а интегрированная технология amd free sing позволяет синхронизировать частоту обновления со скоростью рендеринга для уменьшения артефактов в интернет попало первое изображение новой видеокарты his radeon rx 480 ice q x2 roaring 8 гигабайт хотя подробности и технической спецификации не уточняются уже сейчас стали известны некоторые особенности обновленного дизайна кулера ice q x2 во-первых на металлическом кожухе появилось изображение рычащего льва что отображено название адаптера во-вторых в конструкции кулера использованы композитивные тепловые трубки которые характеризуются высокой эффективностью в третьих кулер может переходить в пассивный режим работы в случае низкой нагрузки на графический процессор что улучшает акустический комфорт при выполнении нетребовательных повседневных задач компания future mark представила новый бенчмарк time spy который полностью разработан на базе api direct x12 с использованием всех соответствующих технологий что позволяет наиболее полно проводить тестирование современных игровых систем он входит состав всех трех версий пакетов future mark 3d mark и предлагает два теста графической подсистемы и один тест возможности процессора также напомним что в платных вариантах утилиты пользователям доступен стресс-тест future mark 3d mark time spy который позволяет проверить стабильность работы системы кстати если поторопиться до 23 июля полный комплект бенчмарков 3d mark можно купить в steam с 60 процентной скидкой на днях упоминание видеокарте amd radeon rx 490 было замечено на официальном сайте компании amd в связи с промо акции которая проходит с 15 февраля по 31 декабря 2016 года очередное подтверждение ее приближающегося дебюта было найдено на сайте ближайшего партнера amd в сегменте графических адаптеров компании sapphire которая обозначила новинку как sapphire radeon 490 и точно указала ее объеме тип видеопамяти и конструкцию выходных интерфейсов ранее были предположения что в основе amd radeon rx 490 может использоваться gpu amd vega но поскольку для него заявлена поддержка памяти hbm 2 дебют который запланирован на 2017 год то вполне вероятно что rx 490 может стать двухпроцессорным флагманом на базе amd polaris 10 на это также указывает найденная информация в последнем обновлении драйверов и заявлений компании sk hynix о доступности чипов hbm 2 в третьем квартале текущего года таким образом все еще есть шансы увидеть высокопроизводительные видеокарты от amd в этом году или данная категория устройств будет временно оккупирована представителями компании nvidia в данный момент компания xiaomi активно рекламирует смартфон xiaomi mi note 2 но уже готовится направить свои маркетинговые ресурсы на поддержку модели xiaomi mi note 2 pro которая по слухам будет представлена во второй половине августа если источник не ошибается новинка должна обзавестись пять с половиной дюймовым улет экраном с разрешением full hd 12 мегапиксельной камеры с апертурой f2.0 и четырехосевой системы оптической стабилизации изображения поменять традиционный и ммс накопитель на более быстрый стандарт юфс 2.0 а также одной из первых заполучить только что анонсированный флагманский процессор qualcomm snapdragon 821 на просторы сети попали первые фото двух новых видеокарт серии vga geforce gtx 1060 ключевой особенностью которых выступают их компактные размеры позволяющие использовать видеоскорителей в составе игровых мини айти их систем согласно информации на упаковке обе новинки оснащены 6 гигабайтами gddr5 памяти имеют компактные со и для питания используют один шестиконтактный разъем PCIe при этом одна из видеокарт принадлежит к серии vga superclocked что указывает на высокий заводской разгон в любом случае осталось ждать совсем недолго поскольку дебют новинок запланирован на 19 июля компания эйвуси продолжает активно наполнять игровую серию эгон новыми мониторами очередные две новинки эйвуси эгон эйджи 241 qx и эйджи 241 qg обладает стильным эргономичным дизайном оснащены 23 8 дюймовыми панелями с максимальным разрешением 2560 на 1440 точек и могут похвастать поддержкой целого ряда фирменных технологий которые позволяют обеспечить наиболее комфортный и продуктивный игровой процесс желающим купить данные модели мониторов напомним что эйлси эйгон эйджи 241 qx поступит в продажу в августе по ориентировочной розничной цене 524 доллара тогда как эйджи 241 qg будет доступен в сентябре с ценником 725 долларов польская компания экзотел и американская файдали cyber security обнаружили что веб-браузер макстон тайно собирает пользовательскую статистику и периодично отправляет ее на китайский сервер в виде зашифрованного zip файла в который вложен файл дат текст и это вызвало широкий негативный резонанс у многих пользователей поскольку подобный сбор данных можно легко оценивать как шпионские действия за операционной системой что в итоге может привести к целенаправленной хакерской атаки свою защиту разработчики макстон утверждают что сбор этой информации является частью фирменной программы user experience improvement программ для дальнейшего улучшения продукта и при желании эту функцию можно отключить тем не менее специалисты экзотел и файдали cyber security установили что деактивация все равно не останавливает формирование и перманентную отправку файла дат текст и что как бы намекает на нецелесообразность дальнейшего использования этого браузера несмотря на то что дни платформы сокета m3 плюс уже сочтены модели серии mdfx все еще пользуются спросом на рынке поэтому компания asus решила выпустить материнскую плату tov cyber туз 990 fx r 3 0 который обладает высокой надежностью она построена на связке микросхем md 990 fx плюс sb 950 формате atx с использованием усиленной цифровой в десятифазной подсистемы питания asus dg плюс и высококачественной элементной базы tov компенс помимо этого новинка может похвастать наличием слота m2 соки 3 с пропускной способностью 20 гигабит секунду тремя портами pci express x16 топовым аудио кодеком realtec alc 1150 гигабитным сетевым контроллером intel i211 четырьмя интерфейсом usb 3.1 и очень эффективной иллюминацией asus aura которую пользователи смогут легко кастомизировать также на протяжении всей предыдущей недели мы трудились не покладая рук чтобы представить вашему вниманию такие обзоры 11 июля был представлен отчет о тестировании видеокарты msi geforce gtx 1070 gaming x 8g данная новинка порадовала качественной элементной базой модифицированной печатной платой усиленной десятифазной подсистемы питания и наличием заводского разгона благодаря улучшенной системе охлаждения msi twin frozer 6 даже максимальная скорость вращения вентиляторов не потревожит пользователей с лишним уровнем шума и отлично справится с охлаждением разогнанной видеокарты на следующий день мы опубликовали обзор материнской платы asus x99 deluxe 2 эта модель способна привлечь внимание обеспеченных пользователей которые хотят получить надежную и функциональную основу для домашней системы топового уровня она обладает отличным оснащением широчайшими возможностями по организации дисковой подсистемы большим количеством слотов pc express x16 а также поддержка всех современных интерфейсов включая беспроводные wi-fi и bluetooth 4.0 отдельно выделим внушительный комплект поставки стильный дизайн и оригинальную подсветку asus aura которую можно кастомизировать подключив дополнительную светодиодную ленту 13 июля на нашем портале появился материал посвященный недавней презентации мобильных новинок от компании cool pad в украине собравшиеся публике были представлены сразу три весьма интересных смартфона флагманский cool pad max и два устройства из более доступной ценовой категории cool pad tarina и cool pad tarina s ключевой особенностью старших моделей max и tarina является фирменная концепция dual space которая позволяет системно и аппаратно разграничить пространство в одном телефоне для его комфортного использования на работе и в личной жизни в этот же день мы опубликовали обзор блока питания big white pure power 9 700 ватт cm во время тестирования он порадовал высокой эффективностью схемотехники главного преобразователя и способностью выдерживать высокие нагрузки по каналу 12 вольт также в числе достоинств данного блока питания стоит выделить очень тихую систему охлаждения на основе 120 миллиметрового вентилятора с подшипником rifle bearing и наличие частично модульной системы кабелей большинство из которых изготовлены в виде удобных и гибких шлейфов 14 июля был представлен отчета тестирования смартфона юри май супер данный аппарат является среднем бюджетным фаблетом но по имеющимся техническим характеристикам вполне способен тягаться с некоторыми флагманами он обладает современным дизайном хорошей эргономикой добротными материалами и высоким качеством исполнения другим позитивным моментом можно смело отнести отличный дисплей достаточно высокую производительность и хороший уровень автономности а также наличие актуальной операционной системы android 6.0 marshmallow днем позже мы познакомили наших читателей с обзором процессора intel celeron g3900 переход с 22 на 14 нанометровый техпроцесс очень позитивно сказался на энергопотребление данной модели позволив сократить показатель tdp под нагрузкой до 16 ватт также значимыми улучшениями следует считать поддержку ddr4 памяти и более мощного графического ядра что же касается прироста производительности то для процессорной части она в среднем составляет 9 процентов а для графической 15 процентов если же оценивать реальные возможности intel селлерон g3900 то он отлично впишется в состав офисной учебной или мультимедийной системы а вот ставить его в игровой пк можно либо для мониторов разрешением ниже full hd либо при очень ограниченном бюджете и наконец подвести итог трудовой недели мы решили обзором блока питания сисонника ssp450 rt несмотря на статус доступного решения данная модель может похвастать использованием современной схемотехники наличием качественной элементной базы на основе японских конденсаторов и эффективной системы охлаждения с большим запасом по температуре и низким уровнем шума даже в режиме перегрузки обозреваемый блок питания способен выдать мощность на уровне 530 ватт при стабильном выходном напряжении что на 18 процентов превышает номинальный показатель и также косвенно говорит о высоком качестве устройства с такими новостями обзорами можно было ознакомиться на нашем сайте на прошедшей неделе подписывайтесь на канал и до следующего выпуска